Проблемы села стали сегодня главной темой еженедельной расширенной планерки у губернатора Ниньского округа Игоря Федорова. Актуальные темы, такие как отгрузка топлива в НИСИ, строительство фермы в ОМИ, обсуждали непосредственно с главами муниципальных образований благодаря конференц-связи. О чем еще говорили в присутствии губернатора в материале Дмитрия Щепанова. Сегодня в расширенной планерке приняли участие главы Канинского и Омского сельсоветов дистанционно в режиме видеоконференции. Они подготовили подробные обстоятельные доклады, в которых снова прозвучало упоминание о ситуации с топливом в селе НИСИ. Его доставку с причала на склад пришлось приостановить, помешал гололед. Однако главному объекту села – электростанции, остановка из-за нехватки горючего не угрожает. На 11 ноября на складе ГСМ имеется 30 тонн топлива. При расходе 2,5 тонны в сутки составляет обеспеченность примерно 14 дней. Временных отключений систем жизнеобеспечения населения не было и не будет. Ситуация под контролем. Снова обсудили перспективы введения социальной нормы потребления электроэнергии в НАУ. Губернатор Игорь Федоров поручил Управлению по госрегулированию цен изучить опыт других регионов. По нашему региону считаю, что нужно подходить очень аккуратно. Может быть, в том числе предусмотреть РАДМЕР с возможностью отказаться от введения этой социальной нормы. Вопросы у окружных властей вызывает ситуация вокруг фермы ВОМИ. Она так и не построена. А по словам главы Омского сельсовета Ольги Чуповой, объект свой строители попросту забросили. Кирилл Шимкоп оттвердил, что работы не велись уже летом, а стройматериалы отсутствовали. Региональные и муниципальные власти обсуждали идею – контракт разорвать, деньги взыскать в судебном порядке. Но эта процедура продлилась бы не меньше года. А строительство фермы и так затянулось на несколько месяцев. Пришлось искать компромисс с подрядчиком. Он готов возобновить строительство данного объекта после окончания строительства спортивного зала «РАДМЕР» и 36-ти партнеров. В заключение подвели итоги концерта «Добрые песни о главном». По словам руководителя управления культуры Ирины Фоминой, на концерте удалось собрать более 250 тысяч рублей. Эти деньги передали региональному Красному Кресту.